Приветствую вас! Ну, во-первых, давайте сперва ответим вам на ваши вопросы, которые вы задаёте. То есть, хотелось бы понять, пишите вы, что происходит. Здесь, на самом деле, нужно сделать одно важное уточнение. Например, если вы хотите понять, что происходит, то так и нужно сказать, я хочу понять, что происходит. Если вы не хотите понять, что происходит, или вы не уверены в том, что хотите понять, что происходит, Опять же, опять же, так и нужно сказать, что я неуверенный, например, в том, что хочу понять, что происходит. Когда человек говорит, что я хотел бы, он тем самым играет в игру. Это такая определенная игра в неопределенность. Определенная игра в неопределенность, да, именно так. Что это значит? Вы говорите, что вроде бы хотели понять, что происходит, но в то же время вы не так сильно хотите. То есть вы как будто боитесь, может быть, себе разрешить хотеть чего-то. И если это действительно так, если вы действительно боитесь разрешить себе хотеть чего-то, то вот мы, собственно говоря, и получаем то основание, на которое нравится ваш муж при взаимодействии с вами. И это основание связано с тем, что вы не ставите свои цели, свои желания на первый план. И, соответственно, мужчина, скорее всего, мужчина пользуется этим, мужчина, скорее всего, использует это для своих целей. Ну, как бы, зная, зная, как бы, что вы воспринимаете себя вот так, мужчина использует это для своих целей. Что происходит сейчас, на данный момент? Сейчас, на данный момент, происходит такая ситуация, что человек вас использует для каких-то своих целей. Для каких именно целей сказать нельзя, потому что слишком мало информации вы дали. Но то, что он это делает, это совершенно определённо и совершенно так. То есть, человек вас использует. Может быть, он это делает, ну, не совсем сознательно, но он вас использует, тем не менее, всё же. И тот факт, что он использует вас, заставляет говорить о том, что вы ему, в общем-то, ну, не так-то уж сильно и важны. Вы, человеку, не так-то уж сильно нужны. Вы для человека не так-то уж сильно много значите. И вот здесь встаёт такой вопрос. А вы тогда зачем к этому человеку тяготеете? Вы тогда зачем для этого человека интересуетесь этим человеком? Вы тогда почему это делаете, грубо говоря? Вот именно на эту тему я предлагаю вам подумать. Что будет происходить дальше? Задаёте вы вопрос. Дальше будет происходить следующая история. Мужчина будет так и дальше вами манипулировать. Мужчина будет дальше вас кормить, грубо говоря, завтраками. Мужчина дальше будет, ну, как-то вселять в вас надежду, культивировать в вас надежду. Для того, чтобы вы от него не уходили. Потому что вы, скорее всего, для него представляете не что иное, как такой своего рода образной вариант, ну, значит, который мужчина использует в том случае, если у него что-то не получится вот с той женщиной, с какой он сейчас находится в отношении. И это нужно тётко понимать. Нужно тётко понимать, что у мужчины именно такой аспект. Ну, опять же, вы не говорите, куда он ушёл, да? То есть, вы не говорите, куда он ушёл. Но, тем не менее. С другой стороны. С другой стороны. Ситуация, может быть, может складываться и так, что у вас в отношениях есть действительно серьёзные проблемы. И эти действительно серьёзные проблемы нужно разбирать. То есть, ну, если мужчина говорит, что ему что-то мешает, то помимо того, что это означает, что человек перекладывает ответственность с себя на что-то там, помимо этого, следует ещё и учитывать тот факт, что проблема действительно может быть. Что эта проблема действительно существует. и на эту проблему стоит нужно обратить самое пристальное внимание. Однажды нужно получить представление о ней. Грубо говоря, что именно мужчине мешает вернуться, допустим, к вам. Что именно ему не даёт это сделать. Ну, хотя бы по, например, его мнению. Хотя бы по его точке зрения. Конкретно, что ему мешает. Это нужно выявить и определить. Ну и уже, соответственно, вам в этой ситуации можно либо стараться со своей стороны, насколько это возможно, проблему решить. Именно вам. Именно вам. Именно вам настолько, насколько это возможно. Без фанатизма, как сказал мой коллега, ровно на пятьдесят процентов. То есть вот, ну, понимая, да, что пятьдесят процентов ответственности за это несёте вы. Вот. Соответственно, именно со своей, со своими точнее пятидесятью процентами вам и нужно работать. То есть вот, что вы можете сделать со своими пятидесяти процентами, вот, то и нужно делать. Больше вы всё равно сделать, ну, не сможете, больше вы всё равно сделать ничего не в силах. Это нужно понимать. Чем быстрее вы это поймёте, тем лучше будет для вас за ответственность. Вот. Ну и дальше всё на самом деле идёт по накатанным. То есть если мужчина действительно хочет вернуться, если мужчина действительно это важно, если мужчина действительно заинтересован в том, чтобы сохранить семью, да, то, наверное, он будет что-то делать для того, чтобы семья вновь стала целой. Но если вы, если вы видите, что делаете только вы, а он ничего не делает, значит это просто манипуляция, либо он постоянно придумывает какие-то отговорки, отмазки и так далее. И в этом случае нужно просто понять, что человек не хочет брать ответственность на себя за то, что происходит. Это его выбор, это неприятный выбор, это неприятное решение, это безусловно очень противно то, что происходит. Но это так. И чем быстрее вы это поймёте, тем лучше. Но при этом очень важно, чтобы вы свою нуждаемость в человеке также выявили. Чем вы нуждаетесь, почему вы нуждаетесь, как вы нуждаетесь и так далее. Вот. Это важный момент. И поэтому, поэтому, прежде чем что-то делать, прежде чем разговаривать с мужчиной, прежде чем что-то выяснять с ним, прежде чем делать какие-то шаги по сближению, если это то, чего вы хотите. Прежде чем всё это делать, нужно обозначить свою чёткую позицию для себя. Хотя бы. И если вы это сделаете, если вы обозначите свою позицию чёткую, то исходя из этой позиции, вы уже сможете занять линию поведения, ну, собственно, с мужчиной. Такую, которая вас, ну, будет максимально устраивать. И в этом случае вы в любом, при любом раскладе не останетесь в, собственно говоря, проигрыше, в пролёте и так далее. Вот. Я думаю, что так вот можно вам ответить на ваш вопрос. По опыту, по опыту, я могу сказать, что мужчины, которые, ну, вот так воспринимают ситуацию, да, которые вот так её видят, которые вот так её чувствуют, они, эээ, мужчины, как правило, не возвращаются в семью. То есть, как правило, человеку просто нужно себя оправдать, эээ, ну, просто самому, либо, ну, самому нужно оправдаться перед, эээ, самим собой за то, что он сделал ухоз, то есть избавиться от чувства вины. И поэтому этот человек, собственно, и перекладывает, перекладывает, как бы, ответственность, эээ, значит, эээ, себя на, например, вас, или, там, на, на что-то, что его не пускает, там могут быть ещё какие-то, эээ, проблемы. Вот. И, соответственно, по опыту могу сказать, что такие мужчины в семью не возвращаются. Вот. И опять же, очень важный момент, эээ, если мужчина действительно такой, да, то вы, конечно, можете его винить, можете его обвинять, можете называть его плохим, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это ваше право. Но, на мой взгляд, подобное отношение ни к чему не приведёт. Совсем. Потому что, в этом случае, вы будете так же, как и он, переносить ответственность за то, что происходит на него, а не на себя. И, тем самым, теряется всякая возможность для изменения этой самой ситуации. Вот. Поэтому, я думаю, что, если вы действительно хотите быть счастливой, то вам нужно самой брать дело в свои руки, а не ждать, пока муж или кто-либо ещё для этого созреет. Вот. Ну и, конечно, безусловно, консультация с семейным психологом, с любым из наших экспертов, поможет вам увидеть, какие ошибки вы совершали для того, чтобы их больше не повторять. И, чтобы развод этот стал для вас последним, если он всё же произойдёт. Либо, вы можете стать более ценной женщиной для своего мужа, что, опять же, невозможно, если вы будете концентрировать на него своё внимание. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!